Давайте вспоминать, функция f является первообразной, если во всякой внутренней точке отрезка выполнена вот такая, значит f первообразная для f маленького. А в конечных точках отрезка функция f непрерывная. Дальше, мы с вами доказали ряд теорем, помните Лагранж о конечном приращении Роль, Верштрасс, о существовании наибольшего значения фирма, о том, что если у вас есть точка в ней производная, и эта точка является точкой максимума, то при деле там минимума, то производная равна нулю. Помните вот эту последовательность? Отлично. А никакие проблемы. Мы все время говорили, изучали, что там разность двух первообразных, если у нас есть, значит, две первообразные для одной и той же функции, мы брали разность, говорили, что эта разность обладает таким замечательным свойством, что она производная везде равна нулю, а значит, по формуле конечных приращений получается, что g-f это константа. Так вот, это все замечательно. Кроме одного, мы так и не доказали, что для любой непрерывной функции первообразные вообще существуют. То есть, что существует функция, производная которой равна, где f это непрерывная. Ну и ладно бы это так, но туда еще какая неприятность есть. В принципе, можно представить себе функцию, производная от которой это модуль, это не является непрерывной. Понимаете, о чем я говорю? Все. Можно еще что-то... Чтобы производная не была непрерывной. Бывает такое вообще? А, ну только если сама функция непрерывная. А? Только если функция сама непрерывная. Еще раз. Пример, когда первообразное существует, а функция не является непрерывной. Вспоминайте, это у нас было. А первообразная она непрерывна? Первообразная, да, обязательно непрерывна, всегда. Дело в том, что первообразная должна иметь во всех внутренних точках производную. А как вы помните, если есть производная, то функция непрерывная. Так, это-то хоть все выбирают? Нет. Вот, молодец, Алиса, за честность. Если в некоторой точке функция интеллицируемая, то в этой точке функция непрерывная. Не понимаешь? Нет. Ну смотри, что такое определение производной? Что такое производная функции в некоторой точке х? Это предел, правильно? Да. Предел чего? f от х плюс h минус f от х делить на h, когда h стремится к нулю. Так? Да. Отлично. А теперь представьте себе, что в некоторой точке х у функции разрыв. Что это тогда значит? Что сколь угодно близко к точке х берешь значение и оно может сильно отличаться. Правильно? То, что функция... Давайте вспоминать, что такое непрерывная функция? Это значит, для любого положительного числа существует такое положительное число дельта, что как только... Давайте так напишем. Для любого числа h, как только число h по модулю меньше дельта, так сразу что? Разница значений становится по модулю меньше эпсила. Ну извините, что я не очень влезла на бус. Тут, надеюсь, все помнят. А теперь вопрос. Как звучит отрицание этого? Что значит функция не является непрерывной? Существует такое эпсилон. Конечно, молодец. Существует такое эпсилон, что для любого дельта... Существует... Помните, Алис, это отрицание через кванта как идет, да? Кванта при этом должен меняться. Для любого он существует и наоборот. Так вот, идет отрицание. Для любого существует такое число h, что вот это не выполняется. Давайте вспоминать. Что значит отрицание для следования? Давайте вспоминать. Неверно, что из А следует Б. В каком случае из утверждения не следует другое? Из лжи все следует. А из правды что не следует? Правда. Правда из правды следует. Ложь не следует из правды. Вот, значит, итак, А должно быть у нас истинно, а Б должно быть ложно. Отлично. То есть модуль H должен быть что? Меньше дельта, и при этом разность значений что? Больше или равна. Разность значений больше или равна эпсилон. Согласны? Обратите внимание. Эпсилон можно считать фиксированным. То есть существует такое эпсилон. А при этом, внимание, для любого положительного числа удается найти такое маленькое, что... Понятно? Да. Подумайте, пожалуйста, как будет выглядеть эта дробь. Числитель у нее больше или равен эпсилон по модулю, а знаменатель у нее меньше, чем дельта. Причем эпсилон это фиксированная величина, а дельта можно взять сколько угодно маленькой. Понимаешь, что эта дробь по модулю будет сколько угодно большой? Да. Может ли она к чему-то стремиться? Нет. Нет. Таким образом... Стремиться нельзя говорить? Нельзя. Не бывает. Бывают ситуации, когда разумно сказать, что производная равна плюс бесконечности. Показываю такой график. Это график y равен корню из минус x. Разумно сказать, что здесь производная равна бесконечности. Но, понимаете, это... Ну, как сказать... Это все такие метафоры, и, конечно, в некоторый момент можно давать точное определение таким вещам, но тогда, что называется, за эти слова надо отвечать. Поэтому, когда говорят, что там функция есть производная, то в случае, если разрешают такого типа вещи, обязательно подробнейшим образом может быть эта производная равна там... И в таком случае я имею в виду то-то, то-то, то-то. Производная это значит конкретное число, конкретный предел, к которому стремиться. Договорились?